Итак, сейчас будет обзор самого страшного, самого странного и уж точно самого зловещего колеса обозрения в России, а быть может и мы в мире. Колесо обозрения в Сочи парке. Почему оно не подсвечивается, почему оно никак не оформлено, вопрос большой. Наверняка этому есть какая-то причина, серьезная причем. Как-то кто-то не может договориться, к чему-то прийти. Потому что в таком виде колесо обозрения не соответствует всему тому, что находится на территории Сочи парка. Здрасте, мы купили билеты. Еще раз, здравствуйте. Вот 450 рублей, самое дорогое колесо в России. Ну вот состояние конструкции колеса обозрения, которому 2 года, 2 года в эксплуатации. Все серьезно. Хорошо. Очень нравится вам колесико. Колесико. Сейчас посмотрим, что я увижу с него, это же тоже немаловажно. Итак, мы находимся в кабинке колеса обозрения Сочи парка. Самое, повторюсь, странное колесо обозрения в России. Быть может быть для кого-то даже страшное. Кабинки не освещены, но в них очень комфортно. Работает кондиционер, обогрев. В общем, кататься комфортно, они только вот раскачиваются сильно. И дети, быть может, даже испугаются кто-то. А так вот все красоты. Олимпийский стадион Фиш, пожалуйста. Вся его красота. Шоу фонтанов. Если вам посчастливится побывать в кабинке колеса обозрения во время того, как оно проходит. Пожалуйста, вы тоже это увидите. Также вашим глазам раскрывается чудесный вид на Сочи парк, на его аттракционы, на гостиничный комплекс «Богатырь». Вообще все Сочи раскрывается. Вот образовательный центр «Сириус» тоже. Вуаля. Весь в вашем внимании. Но вот чем питается мозг людей, которые купили билет за 450 рублей на колесо обозрения в Сочи парке. Перед нами предстает во всей своей красе «Богатырь» отель, который сейчас полупустой. Образовательный центр «Сириус». Мы еще не доехали даже до половины. Естественно, Сочи парк. Окружающая территория Сочи парка. Стадион «Фишт», который готовится встречать не только гостей чемпионата мира, но и, судя по его дизайну, пришельцев. Потому что реально футуристически получился. Очень круто. Подсвечивается здорово. Вообще все это заработает на полную катушку летом, потому что чемпионат мира и все те, кому посчастливится быть на нем, определенно получат правильные эмоции. Колесо обозрения будет желательно посетить всем. Почему? Потому что вы увидите даже те места, на которые не обращали внимания, отсюда это все раскрывается гораздо больше. Вы заметите то, что не вычитали в экскурсионных каких-то путеводителях и посетите на следующий день. Это из полезного. Ну и, конечно же, бонусы колеса обозрения. Это то, что если вы поедете на нем в 6 часов, а это именно то время, когда зимой начинается шоу фонтанов, вы еще сможете лицезреть его во всей своей красе. Пожалуйста, шоу фонтанов. Стадион «Фишт». Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...